Спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова принимает участников первого этапа зонального первенства России по шорт-треку. Это финал на дистанции 1000 метров. Трое против одной. Три дорожки на предварительных забегах отвоевали спортсменки из Челябинска. По четвертой бежит представительница Башкортостана. Вот уж где действительно нужно поработать головой. Перед финалом тренер сказал, что беги со старта, суди за ними. Я так и сделаю, чтобы силы сэкономить и в конце уже боролась за место. Это первый этап первенства России по шорт-треку среди юношей и девушек среднего и старшего возраста. Спортсмены Сибири, Урала, Дальнего Востока разыгрывают награды на семи дистанциях. И на все это молодым талантам давалось три дня. Победители и призеры определяются по сумме многоборья согласно регламенту соревнований. Кто-то работает на командный результат, многие уже сегодня заботятся о своем светлом завтра. Бегать на разряд, например, на кандидата, чтобы занять какое-то место, какие-то очки, чтобы у тебя на следующем соревновании была лучшая дорожка, чтобы соперники, грубо говоря, тебя боялись. Основное соперничество за лидерские позиции ведут шорт-трековики из Челябинска, Екатеринбургской области, Омска. Придел мечтаний любого увлеченного спортом – выйти на Олимпийскую арену. Ближайший форум четырехлетия в Сочи. Но этим ребятам, которые сегодня выступают на коротком треке, придется подождать. Я думаю, что в этом возрасте навряд ли шанс есть попасть в Сочи 2014 года. А вот в перспективе на 2018 год, я думаю, что есть ребята здесь, очень сильные ребята. Я думаю, что они войдут со временем в состав сборной команды России и будут представлять на международной арене. Старт соревновательному сезону 2012-2013 дан. Это первый этап первенства России из шести. В финал всероссийского турнира, который пройдет весной следующего года, выйдут фавориты национального рейтинга, который составляется в течение всего сезона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова